На федеральной трассе Челябинск-Новосибирск, в нескольких километрах от поселка Лузина, появилась новая дорожная развязка. Она впервые в Омской области выполнена в форме листа клевера и имеет 8 съездов. Сооружение – важная часть строящегося западного обхода Омска, который позволит избавиться от транзитных большегрузов в городе. Репортаж Евгения Нефанова. В 9 вечера звучит легкая ободряющая музыка, человеку непосвященному сложно понять, что здесь происходит. На самом деле, через несколько минут здесь откроется развязка на трассе М-51. А вечернее время выбрали для того, чтобы подчеркнуть яркость первого пластикодорожной разметки и велицу фонарей, которая теперь здесь помогает водителям ориентироваться в пути. Такую разметку выполняют полимерным материалом. Европейское изобретение служит минимум 3 года. Инновации и у фонарей. Нужный поток света регулируют датчики темноты. Новинку оценивает семья из Марьяновского района. Дмитрий, Дарья и их дети живут в 15 километрах отсюда. Но, несмотря на поздний вечер, специально приехали на открытие. Каждый день ездим в город. И ездить по той дороге, по которой мы ездили, это просто, конечно, будем ездить теперь и наслаждаться поездкой. Все время, пока строится дорога, они преодолевают расстояние по Рытвинам и Ухабам. У нас там дорог, можно сказать, вообще нет. Здесь у нас это просто мана небесная какая-то. Это развязка. Трасса М-51 связывает Урал и Сибирь. Здесь очень напряженное движение. Грузовые и пассажирские потоки идут и днем, и ночью. Чтобы транзитный транспорт следовал за городом, строится западный обход. Дорога от Федоровки до Александровки. А это развязка у Александровки. Начало пути и в южном направлении, до Черлакского тракта. Прочность эстакады проверяют КАМАЗы, груженные стройматериалами. Новое сооружение – предвестник всей магистрали. Она готова на 80%. Власти обещают связать М-51 и дорогу Омск-Тюмень уже этой осенью. Та дорога, где идут большие грузы через Омск, уже разбили настолько, что ездить практически невозможно. Поэтому с полным продолжением этой дороги до 31 октября мы тогда на следующий год весной сделаем ремонтные работы по там маршруту. И там уже уберем ту пробку, которая заходит в город. Это архиважный объект. Он нужен был, чтобы убрать большегрузный транспорт. Команда ДРСУ-6, строившая развязку, особых эмоций не выражает. На лицах считается удовлетворение, но и усталость. Движение пущено на полтора месяца раньше. Это о чем-то говорит, потому что люди работали без выходных, люди работали весь световой день. Водителя коровы номером 472 просим подойти к машине. Есть повод для гордости и у маленькой Лизы, ведь она первая и единственная здесь из всего детского сада. В садике расскажу, что новый мост сделан. И еще расскажу, что я ездила. Несмотря на позднее время, по новой развязке сразу же устремляется поток машин.